Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас 7 марта, четверг 2024 года. А новости у нас будут вот о чем. Я этого не замечаю. Речь пойдет о росте благосостояния жителей Латвии. В программе ТВ-24 пресс-клуб прошла дискуссия о финансовом благосостоянии граждан Латвии. Действительно ли жители стали зарабатывать в последнее время больше? Это был вопрос. А теперь разбираемся подробно. Наверное, у меня с этим вопросом будет похуже. Я этого не замечаю, говорит журналистка Элита Вейдеман. Я не хожу в кафе, поэтому у меня нет никаких наблюдений по этому поводу. Но я все равно вижу, как люди делают покупки в магазинах. Они делают покупки, экономя. Экономя много. Люди считают свои деньги, говорит она. Она заметила, что даже когда люди получают надбавку к зарплате, финансы сохраняются, а не тратятся впустую. Я один-два раза в неделю хожу в магазин. Не наблюдаю повышения финансового благосостояния населения. По крайней мере, в продуктовых магазинах его не увидишь, считает Вейдеман. Для того, чтобы это изменить, необходимо изменить отношение государства к работникам и бизнесу как таковому, к сбору налогов. Государство вообще никак не идет навстречу народу. Люди не открывают собственный бизнес, потому что нет государственной поддержки. Как вырастут их зарплаты? Кто-то печатает здесь деньги или что-то в этом роде? Это вопрос. Я просто не понимаю, на каком основании могут повышаться зарплаты, если бизнес не идет. Это негодует журналистка. Друзья, я полностью согласен с мнением вот этой вот журналистки Вейдемана. Полностью. Кто нас смотрит давно уже. И постоянно смотрит как подписчики, так и зрители. Я неоднократно о десятки, сотни раз говорю. В каком состоянии сейчас у нас находится страна? Где что, как развивается? И так далее, и так далее, и так далее. Пишите комментарии, друзья. Про пенсии и так далее, друзья. Здесь можно говорить очень долго и упорно. Да, 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 да. Говорили мы сколько раз. Я непосредственно говорил тоже. Вот заходим мы в магазин. Мы видим. Видим прекрасно. В каком благосостоянии живет народ. Латвийский народ. Раньше было не протолкнуться в магазинах. И брали. Ну, раньше это, ну, без разницы, сколько лет обратно. Полными тележками могли себе позволить. Да, скорее всего, вы скажете мне в комментариях, напишите. Да, Сергей, заедь в Лидл там туда. Ну, при чем здесь этот Лидл, друзья? Речь идет об общем состоянии. Вот теперь уже точно я вам скажу, что половина населения Латвии уже все это уже официально уже подтверждает и в министерстве. Везде, все ими, везде уже это подтверждается и знают все прекрасно. Что у нас половина населения, можно сказать, уже экономит на все. Больше половины населения. Половина их экономит. Это уже на нищенском положении почти. Уже на нищенском. Я молчу, что у нас уже 30 с лишним процентов полностью нищие населения. А как? Что вы скажете, что нет? Ну, это ваше мнение, конечно. Это вам решать в комментариях. Да. Заплатили за квартиру коммунальные. Что остается? Что остается? У нас почти полмиллиона пенсионеров. Либо предпенсионного возраста. Добавьте к ним предпенсионного возраста еще. Добавьте инвалидов еще. И что получается у нас? Что у нас получается? Я полностью поддерживаю и согласен. Каждому я словом. Про финансовое благосостояние граждан Латвии. Речь шла. Действительно, жители стали зарабатывать в последнее время больше. Пишите комментарии. Вы больше стали зарабатывать? Очень интересно это. Я уже сколько раз спрашивал, друзья. Да. Они делают покупки экономя. Много экономя. Люди считают свои деньги. Они как центы считают. Евроцент. Недавно, вот, друзья, недавно. Были опять мы в аптеке. Стоял пожилой. Ну, можно сказать, дедушка. Ну, конечно, постарше меня. Ну, пожилой мужчина. Господи. Мы его ждали, наверное, минут 10. Когда он посчитает вот эти вот центы. Мелочи. А потому что нет у него бумажек. Вы понимаете? Ну, нет. Не на карточке денег нет. Вот что было в кошельке. Он пришел. Видимо, последние денежки свои. Да, 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 друзья. Вот буквально на днях. Это все по теме. Вы меня знаете, друзья. Хотел коротко, но не получается. Но вы, пожалуйста, напишите комментарий. Вы согласны? Вы сказали в этой журналистке. Что необходимо изменить отношение государства к работникам и бизнесу. Как таковому и сбору налогов, друзья. И еще хочу я вам рассказать. Конечно же, наверное, вы догадываетесь, друзья. Про погоду. Обязательно расскажу. В первом видео я не рассказал. Просто такая была новость. Такая была. Не к месту. Да. Кто нас смотрит, вы поймите правильно. И кто давно уже смотрит. Подписчики. Как подписчики, так и зрители. Ну, тему есть, конечно. Вы поняли. Сегодня утром у нас было больше 6 градусов мороза. Почти 6,5. Минус, друзья. Все заморожено. Кругом наш пруд уже замерз. Уже, наверное, еще немного. И на коньках поеду кататься. Ну, еще постоит. Ну, днем, конечно, оттает. Но не больно-то тепло будет, друзья. Послушайте внимательно. Синоптики дали прогноз. Вот. Уже вторая половина недели. На вторую половину недели этой. И он менее позитивный. Прислушайтесь, пожалуйста. Во второй половине этой недели влияние антициклона в Латвии несколько уменьшится. И небо на некоторое время затянет облаками, прогнозируют синоптики. Ожидается, что самыми пасмурными днями станут пятница, то есть завтра, и суббота, послезавтра. Местами возможны туман, заморозки и небольшой снег. На некоторых... Снег, вы не ослышались. На некоторых участках дорог, внимание, может образоваться обледенение. Будьте осторожны на дороге. Ветер будет преимущественно слабым. Температура воздуха ночью понизится до 0, минус 5 градусов. Местами, внимание опять, при ясном небе до минус 6, минус 8 градусов. Вот сегодня у нас чистых минус 6 было. Но местами больше. Минус 8, значит готовьтесь где-нибудь на востоке, на севере, на северо-востоке. Наверное, больше будет, друзья. Пишите в комментариях. Минус 8 градусов. Максимальная температура днем составит минус 5, плюс 5 градусов. В четверг сегодня в некоторых районах юга и запада страны воздух прогреется до плюс 7 градусов. Так что лед растает, растает скорее всего. Но не полностью, не успеет. Ну что уже, ну около, наверное, сантика, сантиметра. Следующая неделя, следующая уже неделя, вероятно, будет более солнечной. А температура будет такой же, как на этой неделе. Ну получается, друзья, вот чтобы была солнечная погода, ну нас в принципе устраивало. Так подсушило хорошо. Так красиво. И вот сейчас солнышко у нас, вот, наверное, вам заметно. Но оно еще вон там еще, на юго-востоке. Только-только недавно стало. Да-да-да-да-да-да. Солнышко. Но день стал длиннейший. Это уже радует. И еще я хочу, ну, наверное, кого-то порадую, кого-то огорчу, что в конце этого месяца, в последнее воскресенье марта, мы перейдем на летнее время опять. Не знаю, как вам, мне лично нравится летнее время. Больше солнца, солнечного света. Я любитель солнышка, друзья. Очень любитель. И я жару переношу легче, чем холод. Да, друзья, серьезно. Вот не знаю, почему, но как-то нравится. Позагорать, погреть косточки свои стариковские, да? Но я стариком себя не считаю, друзья. Да-да-да. И еще, друзья, да. Хочу всех женщин. И, ну, естественно, женщин поздравить с наступающим 8 марта. Завтра, 8 марта, международный женский день. Ну, и у нас здесь, в Латвии, конечно же, ну, это не красный день, но все равно будут отмечать. Даже вот опрос ведется, знаете, вот графа идет, кто вот смотрит новостные порталы и так далее. Опросы, все очень часто, постоянно опрос идет. Ну, я там всегда участвую, да, конечно же. 90%, если не больше, ну, 80, почти под 90. Потому что, да, буду, будем отмечать 8 марта. Да, ответы. А помните было? Не, 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 не. Ну, насколько я знаю, насколько вы знаете, у нас праздник этот принят. Не принят, но как бы, понимаете, я про Латвию. Вы смотрите канал, мы живем в Латвии. Так что еще раз всех женщин с наступающим 8 марта. Пожелаю, ну, пока женщинам пожелаю всех, всем здоровья, женщинам. Счастья, любви, благополучия, конечно же, друзья. Да, ну, естественно, женщины и женщины, матери, мира, самое главное, мира, добра и дружбы между народами. Не забудьте большая просьба, поставьте лайк под видео. Напишите комментарий, что вы думаете вот про высказывания Вейдемана, журналистки. Да, про благосостояние и то, что у нас люди стали жить лучше, получать, зарплата стала выше и так далее. Но про пенсии здесь, конечно, не было речи. Вообще, благосостояние это и есть. Это большая, очень тяжелая тема, друзья. Очень тяжелая. Но я полностью, еще раз повторяю, согласен с ее мнением полностью. Да, друзья, спасибо вам большое за поддержку нашего канала. Поставьте лайк еще раз, прошу, да. Подпишитесь на наш канал, поделитесь в социальных сетях. Спасибо, до свидания, до следующих видео. Спасибо, друзья. До свидания. Продолжение следует...